Привет тебе, привет. Здравствуйте, Василий Магомедович. Привет. Я слышал, что вы участвовали в какой-то международной конференции образования. Расскажите, пожалуйста, что это за конференция, о чем там шла речь. А мы через некоторое время в Ютубе на нашем канале это поставим, чтобы все участники нашей школы, Человек будущего, посмотрели. Да, и вторая конференция у меня должна быть 8-го числа, а там будет уже по коронавирусу, это тоже международная конференция, там я буду объяснять, рассказывать, показывать кое-что, как можно повысить иммунитет, повысить психологическую устойчивость, чтобы люди не боялись, потому что страха многих к смерти приводит. Именно речь идет об образовании дошкольного, школьников или общая какая-то концепция? Там для всех, для всех. Но я сейчас думаю, что нам с тобой нужно, Федя, как ты делал ключ к мечте, точно так же сделать маленький ролик именно твоим пафосным, таким удивительным голосом, потому что у меня, видишь, какой голос такой, какой-то песклявый, как у ребенка, а у тебя такое… Я постараюсь, пафосным, да. Да, да, это очень важно, потому что это будет монумент, это будет монумент, потому что я посмотрел мировые тренды, я посмотрел по всему интернету, действительно много сейчас людей в России выступают с тем, что нужна новая концепция образования. А я посмотрел и подумал, так наша же и есть самая передовая, потому что, во-первых, у нас синхрогимнастика уже в учебнике для 10-11 классов, для российских школ профессора Матвеева. Во-вторых, у нас сам этот ключ для подбора индивидуальных упражнений, приемов для саморегуляции, чтобы каждый человек мог в режиме онлайн обучаться, и каждый человек мог себе подбирать приемы, чтобы быстро снимать стресс и использовать энергию стресса для решения любых своих задач в любой сфере жизни, но тем более в обучении. И если человек снимает зажимы, снимает шаблоны мышления перед уроком, а после урока закрепляет полученные знания, навыки, умения по любому предмету, физика, химия, астрономия, пение, то у него же быстрее идет обучение, и навыки более у него устойчивые, потому что бывает он попадает в ситуацию неопределенности и все забывает, и все из-за того, что волнуется, и там какие-то неожиданные ситуации, и эти вот какие-то заштампованные знания шаблонного восприятия, которые у нас обычно в обычной школе производятся на основе подражания, уже сегодня не подходят, уже сегодня нужно научить человека, чтобы он мог в условиях неопределенности быстро, в условиях жестких временных ограничений, быстро принимать даже неординарные решения, то есть по существу изобретательность ума развивать. Вот это как раз таки и есть новая концепция образования, какая же еще может быть? Изобретательность как раз очень важна же в детском возрасте, в юношеском возрасте вот этот навык в себе разработать. И я как раз вспомнил, в Древней Греции были ликей, так называемые сегодняшние лицеи, там примерно тот же, ну, не исключен, конечно, но принцип обучения был такой, что группа обучающихся формировалась вокруг педагога, специалиста, и я тут как раз подумал, что это вопрос кадров педагогических, нужно обучать педагогов, учителей, воспитателей, чтобы они уже в свою очередь передавали детям вот эти навыки. Конечно, и самое главное, как мы совместно все в нашей школе развиваем науку человечности, потому что очень важно самое именно в детях как раз таки вот эти качества, вот эти качества человечности, потому что эти качества, оказывается, это гвоздь всему, это база, потому что какой бы специалист ни вырос из этого ребенка, если он человечный, он ответственный за свои изобретения, он ответственный за их последствия, то есть у него есть какая-то логика причинно-следственных связей, это очень важный момент, в школе это должно быть, в системе образования, а наука-то у нас, мы ее развиваем как раз таки для человека будущего, так человек будущего уже наступил, уже пора ему освоить то, что мы даем, и весь багаж наших знаний, нашего опыта многолетнего мы готовы передать. Скажи, пожалуйста, Федя, вот ты был редактором национальной идеи России, генератор будущего. Была такая честь, да. Ну, можешь ли ты точно так же сделать ролик и своим голосом монументально там рассказать о нашей национальной идее и рассказать о новой концепции образования? Ну, я постараюсь, конечно, Катя Николаевич. Вы знаете, я подумал, я, конечно, согласен, я подумал еще о том, что вы говорите о ответственности, а у меня почему-то сразу появилось такое слово, как нравственность. Нравственность. Правильно, правильно. Как раз, чтобы те же самые педагоги обучали детей и юношество не только ответственности, но и нравственность, что сегодня особенно вообще актуально, особенно для нас, для России, с учетом того, куда мы катимся. Конечно, духовность, нравственность, она же вообще-то в основе природы человека, способность любить, созидать, способность сопереживать, чувствовать себя живого. Конечно, сотрудничайте. Потому что сейчас это, к сожалению, ну, как бы это отодвинуто на задний план, моральные качества человека, как-то отодвинутые. Потому что сейчас идет вектор, если ты умный, где твои деньги. То есть это какой-то совершенно дикий такой вот, это совершенно неправильно, из-за этого все разваливается, все человеческое. Ну, если ты согласен, я тебя очень прошу, это будет большой вклад в систему образования. Я постараюсь, хозяин, конечно. Спасибо за доверие. Тем более у нас все методики утвержденные, официально признанные, и в Министерстве образования, и в Министерстве здравоохранения. Это важно, конечно. Да, так и есть. Спасибо тебе, Федя. Я делаю тоже дополнительный материал, и прошу тебя. До встречи. Хорошо. До свидания. Продолжение следует...